уважаемые трейдеры снова я фред у нас как обычно по понедельникам обзор недели обзор основных событий чтобы вам легче было читать календарь мы делаем такую короткую видеозапись видео обзор короткий где указываем на те моменты которые могут как-то повлиять на движение инструментов но я начну не с календаря с графиков вы видите у нас открыт s&p s&p 500 не раз говорил я и показывал как торгуются s&p как он технично ходит это дейли график между прочим никакой не часов не часовой не 15-минутный наглядно очень же очевидно видны точки от которых s&p отталкивался некие-то случайные уровни столько совпадений быть не может и наверху иногда усиливался тренд но в целом s&p индекс двигался вот в таком вот коридоре сейчас он коснулся верхней линии возможно если наступит коррекция кстати на европейских индексах она уже давно наступила давайте пока не отходя от кассы вам покажу вот как 40 французский корректируется уже который месяц даже можно сказать от своих максимумов также европейские бумаги сильно падают бмв сегодня с гэпом открылся уже 78 и бэкс испанский снова вернулся к десяти тысячам это почти 10 процентов вниз что что вот тут zara хорошая бумага мы ее анализировали как-то на вебинаре тоже очень плотно подошла к уровню поддержки 33 там с половиной а так что европейские индексы уже в коррекции давным-давно и вот посмотрим что будет сам с америкой возможно неплохо выглядел бы но это опасно конечно контр трендово но тем кто уже готов шортить к тем кто уже настроен медвежьи можно посоветовать небольшим стопом который выглядит как новый максимум до 2500 с чем-то давайте на уикли посмотрим действительно ли прошлое свеча была хайдвить до 2500 там с копейками можно поставить стоп-лосс и попытаться поймать движение вниз хотя бы 50 пунктов вот вот сюда если мы пробьем 2400 много раз говорил это уже похоже на серьезный разворот но учтите рынок бычий и все эти развороты они только кажутся вполне логичными после пробития технических уровней но рынок настолько бычий что будут откупать скорее всего все любые провалы маленькие длинные большие будут откупать как это было много-много раз то есть нужны какие-то серьезные причины а или же может рынок дисконтировать заранее эти серьезные дисбалансы в экономике как обычно и происходит но мы это узнаем постфактум и так вот по нефти между прочим тоже пробой уровней достаточно серьезный до разворот пробой сразу двух уровней первые просто улетели с грохотом на втором опек помог вот тут я читал по блумбергу новость по опек так что не факт что пробой технического уровня сразу ведет к развороту да будьте осторожны кто берет несколько пунктов вот вот те те наверное молодцы но вернемся к календарю календарь нам показывает на этой неделе достаточно большое количество важных новостей я раньше выделял новости разной важности чтобы остановиться на всех макро показателях в этот раз достаточно было выделить самые важные чтобы у нас на экране было вот вот достаточно большое количество разной статистики так только что вышел индекс деловой активности ну чуть ниже чем ожидали он не столь важен вторичка будет сегодня по америке в понедельник до 24 июля ожидается чуть меньшее количество домов на проданных домов на вторичном рынке тоже не думаю что это столь важно сейчас деловой оптимизм от айфио конечно как-то влияет на на европейские индексы но я бы поставил две звездочки то есть важный слабо вот ввп по британии достаточно сильный индикатор после того как инфляция показала небольшое снижение ослабление посмотрим что покажет ввп прошлый раз было к и же квартальная 02 сейчас ждут 03 в годовом исчислении 17 если ввп покажет нечто больше цифры больше чем 17 не 07 да я я но 7 сказал 17 если будет близко к двум или выше то конечно фунт не удержится несмотря даже на то что инфляция немного слабо ну как ослабло 2 и 6 это немало ожидали 2 и 9 но вот получили 2 и 6 все равно это много это выше чем целевые уровни так что рост ввп нам или подтвердит наличие инфляционного давления и бурный рост экономики но относительно того что ожидали бурный или же опровергнет первичка уже в среду не считаю что важно и вот заседание фрс наконец-то 26 июля я покажу чего ждет рынок что у нас по ожиданиям заходим на сайт чикагской товарной биржи в interest rates ставки и вот здесь наверху fat watch tool ну раньше fat watch tool было написано да назывался а сейчас просто fat watch и видим 96,9% то есть почти что 100% вероятность сохранения ставки вот на конец года даже не сильно меняется как было 50% против там 50 то есть 51,6% против 48,4% практически половина наполовину так что интриги просто нет вот вам и евро показывает новые максимумы вместе с остальными новостями не очень позитивными для доллара все что связано с трампом и так далее я бы не сказал что в европе есть какая-то интрига ЕЦБ недавно марио драги выступал примерно такая же похожая ситуация но есть неопределенность большая ну это не то же самое что интрига ну то есть менее понятно менее понятно что будет делать ЕЦБ и когда в отличие от того что будет делать ФРС так что рынки не ждут никакого изменения по ставке 1,25 как и было так и скорее всего останется вот заказан от товара длительного употребления достаточно важный индикатор хоть очень волатильный минус 1,1 было сейчас ждут 3% но тут могут быть сюрпризы если они будут то рынки на это могут очень серьезно отреагировать а так вот смотрите что происходит вверх-вниз качели и только вот в 14 году был уход куда-то давайте нажмем нет больше не показывает в 7-8 году были сильные изменения собственно из-за кризиса или до кризиса даже так индекс потребителей доверие потребителей неважно неважно по Японии инфляция посмотрим что будет безработица в Японии рекорды бьет точнее низкая безработица она все ниже и ниже 3% но это практически днем с огнем не найти работника с одной стороны хорошо а с другой стороны для бизнеса это не очень хорошо Франция темпы роста ВВП 0,5 достаточно слабые за квартал это за квартально почему годового нет нет годового здесь нет к сожалению предварительно ниже квартально а вот в Испании достаточно бурные темпы наверное самые высокие вот среди этих стран среди юга Европы 3,1% это больше чем и в Германии больше чем во Франции в любой другой европейской стране посмотрим будет ли 3,1% Испания бурно растет эффект низкой базы возможно ежеквартальный рост 0,9% в годовом ждут 3,1% в прошлый раз было 3% инфляция здесь достаточно высокая была ну весной как минимум ну может быть именно эти данные двигают курс евро вверх все-таки не может ЕЦБ в каком-то ближайшем будущем а может и в далеком будущем закрывать глаза на такие бурные темпы роста тем более эти темпы представлены странами которые имели проблемы из-за них скорее большей частью ЕЦБ продолжает стимулирующие методы а тут вот Испания показывает такие бурные темпы роста ну и наконец инфляция в Германии в общем-то считается что на фоне весны на фоне роста инфляции весной в мае немного темпы будут поскромнее было 1,6% ожидается что сейчас будет 1,5% ну и наконец ВВП по США выйдет посмотрим будет ли 2,6% как ожидают сейчас рынки ну это достаточно рекордные уровни если несколько кварталов подряд будет по 2,6% то я не знаю ставку начнут поднимать очень агрессивно но посмотрим что будет в пятницу 28-го числа ну и не пропустите Baker & Huge на этой неделе количество вышек изменение количества вышек было несущественным в США хотя в Канаде прибавилось достаточно 12 вышек было в Канаде все еще остаюсь по нефти в медвежьем пребываю в настроении если сезон летний не скажется на очень бурных темпах роста потребления то нефти дорога скорее всего вниз у меня все неделя достаточно богата на разные новости будьте осторожны ставьте стоп лоссы и вот в те дни о которых я говорил лучше конечно не иметь никаких вообще позиции открытых а уже торговать после по факту проявления новости или выхода макро статистических данных всем желаю хорошей недели и всем профитов